Не рассматривается, не стоит вопрос о передаче баллистических ракет Атакамс, тем более последней модификации на Украине. Значит ли это, что этот вопрос 21 числа будет торжественно Байденом озвучен, что мы предоставляем? И каким это приведет последствия? Военные последствия вроде бы мы обсуждали с Юрием Федором, а вот политические последствия. Как должна отреагировать Москва? То есть совершенно понятно, что если стрельную 300-километровой баллистической ракетой, то, ну, мосту, не буду говорить, мы и так сегодня наругались, уже монетизацию снимут, бог знает что сделают, но мосту Крымскому вообще как-то поплохеет. Вот я вот о чем. И они это в Москве прекрасно понимают. Они этого у Скобейкиной обсуждают постоянно, все вот эти алкоголики их. Ну, во-первых, мы же видим, какого уровня, я бы назвал вот это даже не решение, прозвучавшее в выступлениях Блинкна, теперь подтвержденный Байден, это метафизмические некие представления о характере войны и ее исходе. И исход из нее может быть только один, теперь безговорочно, победа Украины, поэтому все остальное просто вытекает. И вот эти же слова, весенние контрнаступления, они начались еще в августе. То есть сценарий этой победы построен таким образом. Мы не давали достаточно оружия, мы должны дать все, F-16, должны дать это, и обеспечить всем Украину в ходе военного наступления, в весеннем наступлении. Что касается, давайте вы правильно ставите, давайте разделим этот вопрос на его военные последствия и политические. Начнем с военных. Вот, кстати, сейчас очень популярно, ну, в плане даже того, позитивного изменения в Вашингтоне, что ясно, что никакие разговоры об усталости Запада этой не работают, будет поддерживать. Ну, и другая такое опасение многим, что это длинная война. Нам предстоит длинная, долгая, затяжная. Так давайте, а какие военные предпосылки для долгой? Долгая, классическая долгая война, самая классическая была, конечно, первая мировая, она после того, как немцам удалось взять Париж в 2014 году, стороны зарылись в окопах, в общем, и там находились три года. И, кстати, там решала уже даже не военная сила, а внутренняя мощь государства, способность государства приносить войну. Собственно, падение России, оно даже было не случайно. Все шли с положением в австро-венгерской армии в 16-м году, и в обществе было на грани истощения. Даже во Франции там были расстрелы военнослужащие. Это вот классическая война, которая кончается тем, что одно из, даже не армий, а обществ, не выдерживает напряжения и рухнет. И вот русская, немножко австрийцы могли сдаться быстрее, чем русские, кстати. Здесь нет ничего общего. Какой к черту равновесие сил длительная борьба? Давайте посмотрим, что сейчас делается на поле боя. Абсолютно не имея ничего ни армейской авиации, ни стратегически, украинцы, ну, достаточно успешно продвигаются локально. И они могут взять... Я бы сказал, неуклонно, неотвратимо, неуклонно продвигаются. Ну, слушайте, вот могут они взять Бахмут? Могут. Могут они взять Бахмак? Могут. Могут. А это ведь громадно, это уже, если не стратегически, это очень сильное оперативное изменение обстановки. А представьте себе, что сейчас бы у украинцев было 200 самолетов F-16 и сотни. Ну что, какая бы нахер затяжная война? Эта затяжная война кончилась за несколько дней. Так что вопрос решен о затяжной войне. Поэтому вот решение, самое главное было, я бы назвал это выступление, еще раз повторю формулу, выступление Блинкена 13 сентября и Байдена 19, это метафизическое решение. Дальше следуют политические и военные. Ну, самый простой военный сценарий. Скажем, в февралю у Украины в марте будут эти сотни F-16. Да, я думаю, что Байден приготовил F-16 для такого эффектного блюда уже в овальном кабинете Белого дома. Но потому что иначе ему бы пришлось... Он знает, на какой вопрос. Помните прежний визит, предыдущий визит Зеленского Байдена в ноябре прошлого года? И классический вопрос украинской журналистки замечательный. Я уверен, что украинцы ее обязательно и привезут. Она спросила, господин президент, а почему же так получается? Вот сначала говорили, что жевелины нельзя, а потом вышли, чтобы можно. Потом то же самое говорили с Хаммерсом, а сейчас то же самое говорили с патриотами. Так она приедет и задает тот же вопрос. Байден это прекрасно понимает. Больше, а сейчас практически работает руководством своим госсекретарем и освободился от влияния предателей Бернса и Селивана. Ну, официального скандала не будет устраивать. Хотя, если у нас встанет время, я еще не могу поговорить о позиции республиканской партии. Так что эти вопросы... Военные, этот вопрос решен. Но давайте перейдем к политическому. А вот те люди, опять я возвращаюсь к Пригожинам. Вот, по-моему, кроме нас с вами, никто не анализировал вот эту публицистику Пригожина. Все, большинство, ну, да, исходили из такой стандартной формы. Вот Пригожин – это голос такого Зет-Быдова. Он их герой. Он требовал более решительных действий, считал Путина тряпкой. Так ничего подобного. Мы же помним, как менялась риторика Пригожина. Не мы придумали эту политическую безмозговую войну. В нее нас бросили олигархи, жирующие на Рублевке. Когда солдаты узнают, они им жопы порвут. А в последний день он говорил, да не было никакой абсолютно угрозы Донбассом. Нет этого НАТО. Нет Украины ничего. И все проходят мимо этого. Слушайте, я остаюсь в своей версии событий. Пригожин был инструментом очень влиятельной группы людей внутри российской организации, которые поняли, что война проиграна. И для которых сейчас самая задача такая же задача, как у Гиммлера в 45-м. Война проиграна, но она сохранит власть в Германии. Надо уже думать о том, как остаться у власти в проигравшей стране, сохранив власти собственность. А как остаться? Кто будет мешать? Ну, 90% населения встретят с облегчением капитуляции. Да, потому что это избавит их от угрозы. Но есть 10-15% взят патриотического быдра. Так Пригожно получили важнейшую задачу – засрать мозги этому патриотическому быдру. Он для них свой, и он их готовил к идее поражения. Да, поражение, товарищи, ну что поделаешь. Предатели, страшные предатели Шойгу, Путин, Герасимов. Вот, поэтому теперь вот давайте встанем. И мы даже с вами, я набросал какой-то обриз вот этой группы. Я, например, считаю, что во главе ее стоит Каванчук, основной идеолог этой войны. Он внушил Путину эти мысли о том, что с помощью шантажа ядерным оружием можно победить НАТО. Но он и понял, что эта ставка бита, НАТО никого не победить, Киев не победил. А надо заниматься реальными вещами, сохранять власть и собственность. Но я ведь считаю, вот Путин какой молодец, он убил Пригожина, как он укрепил свое возобождение. Да проблема Путина-то была не Пригожина. Проблема Путина, что никто не выполнил, ни один военнослужащий не выполнил его приказ уничтожить группу Пригожина. Кроме нескольких летчиков, которых уничтожили Пригожина, ни ГРУ, ни контрразведка ФСБ. И вот эти люди, они узнают завтра, ну, они узнали об этом сегодня, может, сегодня это нельзя, что убедить, но они услышат это и завтра, и послезавтра, то, о чем мы говорим. Они поймут уже позвоночником всем, чем угодно, что в ближайшее время будут и этаксы, будут и этусы. Так что дожидаться, когда придут и всех убьют, а может быть сыграть напережение, то есть сама угроза никогда еще сегодняшнего 17-го, или какое, 19-го сентября 23-го года, угроза поражения России, разгромного поражения войны, не была столь неотвратимой, вот как начиная сегодняшнего дня. Эти люди прошли этот сигнал, они должны думать о том, как входить в эту ситуацию. Поэтому, возможно, не будем дожидаться даже применением Ф-16. Субтитры создавал DimaTorzok